Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Казалось бы, все только усвоили, как не попасть на уловки вишинг и фишинг. Как мошенники начали придумывать все более изощренные способы заполучить данные с банковских карт. Как не угодить на крючок преступников и обезопасить своих близких, нам расскажет полковник милиции Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГВД Мингоросполкома. Добрый день. Добрый день. Давайте сперва озвучим эту печальную статистику. Вообще, сколько с начала года белорусы примерно потеряли денег из-за мошенников? Да, цифры на самом деле достаточно серьезные. Если мы будем говорить только хотя бы как минимум о суммах по делам, по которым принято уже процессуальное решение, то только по хищениям, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий, эта сумма превышает 6 миллионов рублей. И плюс сюда же необходимо добавить те же мошеннические действия, которые фактически совершаются той же категорией преступников, которые связаны с так называемыми дорожно-транспортными происшествиями, звонками нашим пожилым бабушкам, дедушкам, сообщением от имени родственников, якобы они попали в беду и требуются средства. На сегодняшний день к этим 6 миллионам, которые я назвал, еще по такого рода дорожно-транспортным вот этим вот мошенничествам, эта сумма превышает уже на настоящее время на сегодняшний день миллион рублей. Если же говорить в целом вот о развитии ситуации, то и сравнивать с 2022, то есть с предыдущим годом, то здесь я бы сказал бы в принципе, что опять же с учетом того, что с высокой долей вероятности эти преступления совершаются одними и теми же группами, то в 2023 году идет смещение больше в сторону снова хищений с использованием вот именно информационно-коммуникационной технологии, тоже с использованием вот этих вот категорий вишинга и фишинга. А вот дорожно-транспортные происшествия, мошенничества, связанные вот с якобы совершением таких ДТП и необходимостью выплаты определенных средств, они, к счастью, пошли на определенное снижение. Тем не менее, такие преступления существуют, они совершаются, страдают наши, как правило, в большей степени это старшее поколение, но тем не менее проводимая профилактическая работа, направленная на широкомасштабное доведение до населения вот этих вот способов, способов поведения, механизма поведения в той или иной ситуации, как непосредственно с своими потерпевшими, так и проводится работа с их близкими родственниками, которые могут проводить вот это уже беседы как со своими пожилыми родителями, так и в отношении, в том числе, и своих несовершеннолетних детей, которые, к сожалению, тоже являются, попадают в такие неприятные ситуации и могут становиться как жертвами таких преступлений, так и непосредственно субъектами-исполнителями. А насколько высока раскрываемость этих преступлений? Дело в том, что с учетом того, что большая часть уголовно наказуемых деяний подобного рода совершается в сети интернет, соответственно, для того, чтобы установить злоумышленников, требуется достаточно большой промежуток времени проведения большой аналитической работы, установления так называемых цифровых следов, которые всегда находятся, и их можно отыскать в сети интернет. И это, кстати, говорит о том, что многие лица, которые совершают такого рода преступления, считают, что они в полной степени себя анонимизируют. Это абсолютно не так. Это абсолютно не так. Для этого... Следы есть даже в сети, да. Сеть помнит все. Есть такое очень хорошее выражение, но это на самом деле так и есть. Поэтому, если брать сведения по горячим следам, то, конечно же, интернет-преступление раскрывается по горячим следам где-то примерно одной из пяти. Это в течение быстрого промежутка времени. Но, тем не менее, я хочу обратить внимание, что вот работая вот с этими цифровыми следами, работая с преступлениями, которые совершались год, два, три назад, мы очень активно этим занимаемся, так называемым... То есть проводим работу, направленную на раскрытие преступлений в прошлых лет, только на сегодняшний день в городе Минске вот по такого рода преступлений установлены подозреваемые уже более чем по 90 уголовным наказуемым деяниям. И эта работа проводится, и это на сегодняшний день, соответственно, сегодня только май месяц на дворе. И работаем мы дальше, активно этим занимаемся, потому что есть у нас в уголовном законодательстве принцип неотвратимости ответственности. Соответственно, вот этот принцип неотвратимости ответственности Мы устанавливаем, пусть это не быстро, пусть это не 7-минутно, но при планомерной работе она дает свои положительные результаты. И устанавливаются и лица, которые совершили эти преступления год и два, и три, и пять лет назад. И обеспечиваются последствия возмещения причиненного имя ущерба. А мошенники, как правило, действуют на территории Беларуси или есть такие случаи, когда из-за рубежа получают наши звонки? Как правило, очень много информации в настоящее время поступает о том, что, и в принципе, мы знаем, что большая часть организаторов такого рода преступных деяний, она не находится за пределами Республики Беларусь. Это те лица, которые организовывают, обеспечивают вот эти вот звонки, так называемые. Кураторы такие. Да, такие эти. А большая часть граждан, которые непосредственно выполняют функции соучастников такого рода противоправных деяний, как то обналичивание похищенных денежных средств, как то оформление на себя каких-то так называемых дроповых карт, где-то функции, связанные с переводом похищенных средств в криптовалюту, вот здесь это уже в большей степени используется граждане уже непосредственно у нас на территории Республики. А по каким новым схемам действуют мошенники? Про вишинг, фишинг мы уже, так, люди опытные знаем. Про также транспортно-дорожные происшествия достаточно широко. Эта тема тоже освещалась в свое время. Но знаю, что есть новые схемы. Вот в частности, какие последние такие новинки, скажем так? Ну, я скажу как. Дело в том, что их сложно назвать новинками, потому что, в принципе, технология, вот эта вот основанная на методах социальной инженерии, то есть вот эта вот психология, психологическое воздействие на сознание потенциальных жертв с целью получения их необходимой информации для доступа к их средствам. Поэтому здесь меняются в определенной степени подходы. И когда вот эта проводимая профилактическая работа, она дает свои результаты, и люди понимают, что если им поступает звонок с иностранного номера, или кто-то интересуется состоянием баланса их счета, либо каким образом получить доступ, все больше и больше людей начинают на это реагировать, сообщать правоохранительные органы о том, что, скорее всего, что они общаются с мошенниками, и не предоставлять вот эту конфиденциальную информацию мошенникам, не становиться жертвами. Тем не менее, преступники не хотят отказываться от вот этих схем, потому как при определенной высокой степени анонимности тот же, при снижении определенных каких-то материальных затрат, скрытности и возможности получения вот такой вот наживы противоправной, они стараются немножко менять подходы, лишь предлоги, под которыми совершают эти преступления. Ну и, в частности, что наиболее актуально, это сейчас предложение очень часто поучаствовать в различного рода специальных, якобы, операциях по изобличению недобросовестных сотрудников банка и каких-то еще преступников. И для того, чтобы их изобличить, предлагают людям получать кредиты в банковских учреждениях. Для чего это делается? Для того, чтобы потенциальная жертва обладала достаточно большой суммой, крупной суммой денежных средств, которые одновременно можно было бы совершить хищение этих средств. Поэтому, уже пользуясь случаем, хотелось бы еще раз обратить внимание о том, что если все-таки поступает звонок или в какой-то беседе с незнакомым человеком, вам предлагается под каким-то предлогом взять кредит в банке, вы подумайте несколько раз и хорошенько, для чего вообще вы это делаете, с кем вы общаетесь, знаете ли вы этого человека и нужны ли вам эти средства. Это что касается непосредственно так называемого вишинга, то есть это вот общение по телефону. Ну и, соответственно, очень часто встречается и злоумышленники пользуются возможностями так называемого фишинга, то есть не вербального общения, а общения через сеть и направления по различным поддельным фишинговым страницам. Зачастую страдают, опять же, пользователи, которые пытаются провести какого-то рода платежи в сети интернет, но не используя при этом официально установленное приложение, а пользуясь просто ссылками, первыми попавшимися ссылками, которые находятся в интернете. К сожалению, уровень цифровой грамотности в совокупности с нашими темпами жизни, которые сейчас происходят, мы одновременно можем решать массу задач, большую часть из которых делаем просто машинально, не запоминая, просто вот так, потому что здесь и сейчас мы какую-то выполняем работу. И поэтому не перепроверяя, просто-напросто не убеждаясь в том, что это безопасно, что мы на самом деле находим какую-то, что мы переходим по не ложной ссылке, а на официальную страницу, не удосуживаемся проверить даже те же самые какие-то вкладки, посмотреть, работает ли эта страница, есть ли на ней какие-то просто-напросто даже грамматические ошибки сделаны. Мы просто торопимся, спешим куда-то и, к сожалению, теряем свои средства. Поэтому здесь же, опять же, где-то проводя какие-то платежи, находясь в сети интернет, на каких-то форумах, страницах, которые предполагают введение своих реквизитов карт, то есть проведение каких-то платежных операций, нужно дважды, трижды убедиться, что вы на самом деле на подлинной странице и после этого провести этот платеж. Если у вас есть хоть какая-то тень сомнений, попробуйте перепроверить. Есть масса разных форумов, опять же, сервисов, которые предлагают с высокой долей вероятности проверить на подлинность ту или иную. Да и всегда можно позвонить в банк самому. Абсолютно верно, да. Самый простой случай, да, телефон у всех есть. Возьмите просто-напросто свою банковскую карту, на которой на оборотной стороне указан номер телефона, позвоните туда и вам в обязательном порядке продиктуют ту правильную интернет-адрес, по которому вам необходимо пройти, если у вас в данный момент времени нет возможности использовать тот же банкинг с использованием приложения. Я напомню, что в гостях у нас полковник милиции Алексей Новыш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингородсполкома. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу, оставаясь на Радиус ФМ. Ты слушаешь шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Мы снова в прямом эфире, у микрофона Александра Мелешко. В гостях у нас полковник милиции Алексей Новыш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингородсполкома. И мы сегодня обсуждаем новые схемы мошенников, как они заполучают реквизиты наших банковских карт. Расскажите, вообще как понять по телефонному разговору, и возможно ли это, звонит настоящий представитель банка или фейковый? Может есть какие-то red flags, так называемые, да, красные звоночки, флажочки? Да, эти красные звоночки есть, флажочки красные. И абсолютно не надо каких-то познаний, навыков, чтобы эти флажочки распознать вовремя. Все очень просто. Нужно просто понимать, что ни сотрудник банка, ни сотрудник милиции, ни сотрудник какой-то государственной организации, он никогда ни при каких обстоятельствах, телефонной беседе, не видя собеседника, не будет спрашивать у вас какие-то личные данные, связанные с вашей жизнедеятельностью. И ваши личные данные, которые направлены на то, чтобы возможно было получить доступ к вашим средствам. Это ваш личный номер, номер вашей банковской карты, этот код банковской карты, какие-то сеансовые коды, пароли, которые приходят. Не будут просить установить к вам приложение, не будут просить вас прийти в банк, получить кредиты, а лучше несколько этих кредитов. Если же, даже если предположить, что с вами общается истинный представитель этого банка, либо сотрудник правоохранительных органов, для решения вот такого рода щепетильных вопросов, тонких, вас в любом случае пригласят в это заведение, учреждение, где вы убедитесь, что вы находитесь на самом деле, что вы находитесь в банке. Причем в банке, если вас пригласят к конкретному сотруднику, вы увидите, что у него есть рабочее место, с которым вы можете пообщаться, а не так, что давайте встретимся где-то у входа в банк, вроде бы я тут работаю, но чтобы нас никто не видел, мы пошепчемся где-то в стороне. Это понятно, что это мошенник. Если есть вопросы какие-то со стороны правоохранительных органов, у вас есть установленный порядок приглашения и разъяснения сути вопроса, и опять же общение. А если это все происходит в телефонном режиме, либо в ходе какой-то переписки, и вы не видите человека, не знаете его, и к вам пытаются присылать фотографию служебных удостоверений, а если такие присылают фотографии, то это 100%, что это мошенники с вами общаются, потому что ни один представитель государственной организации, правоохранительных органов и так далее, то есть имея служебное удостоверение, делать этого не будет. Делать фотографию своего удостоверения, тем более использовать сеть интернет, направлять его вам для того, чтобы вы убедились в том, кто с вами общается. Ну и присылать же, что вы понимаете, что можно все, что угодно, если не видите вы своего собеседника. А как следует себя вести, если вот понимаете, что позвонил преступник? Сразу бросать трубку или оставаться на линии и попросить там, не знаю, брата, сестру сказать, звони в милицию, сейчас поймаем вместе? Дело в том, что я скажу так, с учетом того, что на той стороне находятся лица, которые действуют для того, чтобы завладеть вашими средствами и проходят достаточно серьезную подготовку, в том числе психологическую. Мы можем заблуждаться в том плане о том, что мы настолько крепки эмоционально, что нас никто не обманет, и мы можем сами пошутить и где-то уточнить ситуацию. К сожалению, это не так. К сожалению, у каждого вот этот уровень психического, психологического развития, он разный, и мы можем просто-напросто не заметить, как попадем вот в эти ловкие сети и сообщим какую-то информацию. Поэтому самое золотое правило, первое, конечно же, в первую очередь, это прекратить этот разговор. Если не будет вот этого, не состоится этого разговора, если не состоится там вот этой переписки, дальше не будет никаких действий направлен на то, чтобы совершить хищение ваших средств. Но в случае же, конечно, если вы все-таки в такой диалог вступили, если какую-то информацию сообщили, и даже если не сообщили, то вы всегда можете обратиться сразу же в правоохранительные органы, как в телефонном режиме, так и лично посетив, и сообщить о том, что тогда-то состоялась такая-то беседа по такому-то номеру телефона, если этот номер у вас сохранился, либо если это была какая-то переписка, то, соответственно, с таким-то адресатом в таком-то мессенджере. А дальше мы уже будем разбираться и смотреть, кто что и как это было. Но самое главное правило, это все-таки на самом деле постараться не вступать в такого рода диалоги. А можете рассказать на примере вот последнего такого рода дела, которое к вам поступало? Сколько денег? Кто стал жертвой? Сколько денег потеряли? И вообще, чем все закончилось? Знаете, дело в том, что, вот с учетом того, о том, о чем мы сегодня разговариваем, о том, что вот эти вот преступления, они фактически идентичны. И, к сожалению, когда люди теряют достаточно серьезные деньги, для каждого это трагедия. Ну, скажу так, что буквально вот из таких вот резонансных обращений, которые поступило, это поступило обращение Менчанки, которая одновременно, ну, путем вот этих вот манипуляций, она потеряла почти миллион белорусских рублей. Денежные средства в размере почти миллион белорусских рублей. В том числе путем получения кредитных средств дополнительных, дополнительных, в том числе путем перечисления своих накоплений, ну и так далее. Поэтому здесь вопрос даже не вот этой интересности каких-то там дел. Они однотипны, они все понятны. Тут проблема в том, что и трагедия для каждого человека, когда он теряет свои накопленные средства, а когда эти средства уже исчисляются в десятках, а то и в сотнях тысяч рублей, ну, соответственно, понятно. У кого-то это накопления были для каких-то дальнейших покупок, а кто-то это просто-напросто всю жизнь собирал. А у кого-то это были средства, которые оставляли на какие-то, может быть, медицинские нужды, на те же, на то же лечение, на тот же отдых, необходимый человеку. И, к сожалению, из-за своей вот этой беспечности и невысокого уровня именно вот цифровой грамотности, к сожалению, с этими средствами вот таким вот образом печальным они расстаются. Ну и, соответственно, напрашивается вопрос, как обезопасить себя и близких от подобного рода преступлений. В частности, знаю, что сейчас вот стартует акция «Кибердети». Она тоже направлена отчасти на это. Вот расскажите про нее подробнее. Да, с сегодняшнего дня и по 1 июня включительно в республике, ну и в столице в частности, организовывается проведение декада кибербезопасности. К слову, такие декады мы проводим ежегодно. Ну и с чем связана именно сегодняшняя вот эта декада и именно декада кибердети, опять же, с большим акцентом на нашу молодежь. Сейчас наступает каникулярный период, когда дети в большей степени будут предоставлены сами себе. Сами себе активно, да. Ну, больше, конечно, не конечно. В сетях? Да, где-то будет больше, меньше контроля будет со стороны, где-то при педагогов, учителей, родителей. И поэтому мы хотим еще раз дополнительно провести, довести, рассказать о том, какие угрозы существуют в сети интернет для детей. И, к сожалению, больше показать о том, что наши дети могут становиться как жертвами такого рода преступлений, так и в большей степени по незнанию становиться соучастниками, субъектами, когда просто-напросто, вроде бы желая получить какую-то определенную финансовую независимость от родителей, пытаются найти так называемый легкий заработок, который связан, в частности, если касаемо темы нашего сегодняшнего разговора, это вот приобретение и оформление на себя банковских карт с последующим их передачей, с бытом третьим лицам за вознаграждение, а это уже уголовно наказуемое деяние. Это как участие в определенных схемах, связанных с обналичиванием похищенных средств, переводом их в разные виды цифровой валюты, криптовалюты и так далее. Ну и, соответственно, с привлечением не только подразделений по противодействию киберпреступности, но и милиции общественной безопасности, сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних еще раз эта работа будет проводиться как сейчас еще в учебных заведениях, так и в летних лагерях для того, чтобы довести о том, какие еще могут быть угрозы в том же использовании тех же соцсетей, нахождение там, предоставление там в свободный доступ к своей личной информации, ну и в последующем такие, как там действия с буллингом и прочими негативными последствиями, которые негативно влияют на как на психологическое, так и физическое там состояние нашей молодежи. Спасибо большое, я думаю, что наши слушатели уже точно не попадут на эти крючки, по крайней мере, я на это надеюсь. На сегодня это все, в гостях у нас был полковник милиции Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Минкоросполкома. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте и на YouTube-канале. Хорошего тебе дня, оставайся на Радиус-ФМ.